Девчонки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. И сегодня у нас тема такая. Полезные советы во время ЭКО. То есть ни для кого не секрет, что сейчас процедура ЭКО для многих очень актуальна. Очень многие ее делают. Сейчас она абсолютно никого не пугает. Как молодые пары, так и пары постарше. Процедура такая, что это уже стало нормой нашей жизни, можно так сказать. Также, когда заходишь в Центр планирования семьи в России или здесь, в Кендервюнш-центру, то просто обалдеваешь от количества людей, которые прибегают к этому методу. Но это, видимо, связано все-таки с различными процессами, как экологии, так и, наверное, какими-то эволюционными процессами. Не будем вдаваться в такие подробности. Но, тем не менее, каждый, кто готовится к ЭКО, все-таки необходимо знать те простые советы, а я сделала именно выжимку, перелопатив все абсолютно сайты, сидев на них, наверное, лет 7 или 10, где-то так, и выжимка полезных советов для того, чтобы все-таки протокол ЭКО был наиболее успешным. Я накидала, поэтому буду подсматривать. Первое. Очень важно есть как можно больше белковой пищи, кроме курятины и грибов. Значит, такая диета, она позволяет избежать синдрома гиперстимуляции яичников, что очень важно для наступления успешной беременности. Обратите на это внимание. К допустимым для ЭКО продуктам относятся кролик, индейка, рыба в любом виде. Также подойдут сыр, творог, йогурт и другие молочные продукты. Как источник калия и кальция, очень рекомендуют есть чернослив, курагу и изюм, то есть сухофрукты, что очень-очень полезно. Также во время процедуры ЭКО рекомендуется полностью избежать продуктов, которые могут привести к метеоризму и вздутию живота. Очень аккуратно. Не рекомендуются такие продукты, которые сильно богаты углеводами. Это картофель и мучные изделия, в особенности сладкие. Женщинам, которые делают ЭКО, также необходимо следить за солевым балансом и как можно меньше употреблять соли. Но обратите внимание на употребление большого количества клетчатки. Второе очень и очень важное это водный режим. Значит воды нужно пить достаточное количество, это 2 или 3 литра в зависимости от вашего веса. Рассчитывайте так, где-то 25-35 мл на 1 кг веса. 2, 3 или 4 литра. Это очень важно. Так, напитки, что касается таких как кола, что касается напитков, которые феиносодержащие, все это исключаем. По поводу каких-либо витаминов. Очень с этим аккуратно, потому что вмешательство в этот процесс любых витаминизированных продуктов могут повредить для наступления беременности. Но держите под контролем тот момент, если вдруг у вас все-таки проблемы. Первое, щитовидная железа. Второе, клетки киллеры. Третье, это густота крови. Четвертое, это гомоцистеин. Вот эти основные моменты, которые больше всего влияют на вынашиваемость беременности и реже всего изучаются, к сожалению, медиками, держите под контролем. То есть, либо проверьте эти моменты заранее, либо, как только вы забеременели, сразу сдавайте анализы на эти все нюансы. Гомоцистеин сдали. Если высокий гомоцистеин, сразу фемибион-1, как я уже говорила. То есть, все, что содержит метилфалат. Не просто фолиевую кислоту желтой таблетки, а метилфалат. Я лично нашла в двух продуктах. Два продукта от iHerbal фирмы и фемибион-1. Это не реклама. У меня даже нет никаких скидок от этих фирм, препаратов. Просто я искала и нашла только в этих двух продуктах. Далее, если густая кровь, обязательно обратите внимание на то, что нужно ли вам применять только аспирин, может быть кардиомагнил, может быть какой-то другой препарат, либо нужно уже колоть клексан или фроксипарин. Если у вас с щитовидкой проблемы, то есть, возможно, повышенная функция или пониженная, нужно либо эльтероксин, либо другие препараты, либо повышать, либо снижать. Также, если есть проблемы с клетками-киллерами, то тоже нужно знать, то есть, либо применять преднизолон, либо метипред, либо нужно капельницы с амоноглобулином, либо интралипидом и так далее. То есть, вы должны знать и держать под контролем эти вещи. Их меньше всего изучают, поэтому я их прям по пальцам назвала. И чаще всего влияют на невынашиваемость. Так, далее. Для того, чтобы наращивать эндометрии, для того, чтобы плод как можно плотнее, лучше прикрепился, нужно пить тыквенный сок. Можно делать и давить самим, можно покупать в баночках детский тыквенный сок, без разницы. Также в протоколе вам могут назначить препараты для улучшения наращивания эндометрии, либо вы можете самостоятельно также заваривать листья малины. Листья малины тоже очень хорошо для того, чтобы эндометрия рос. Я, в принципе, и в протоколе, и в циклах, в которых планировала беременность, листья малины тоже заваривала. Также очень важно есть морепродукты. Они очень-очень полезны. Так, далее очень хороший совет, но посоветуйтесь с врачом, либо уточните эту информацию. Мне тоже подсказывали эту информацию. Перед подсадкой за один день можно принять пероксикам 10 мг. Он расслабляет матку. Мне делали это именно в центре. И получается одна таблетка три раза в день за сутки до переноса. И в день подсадки одна таблетка за два часа до переноса. Мне это делали в центре. Пероксикам очень помогает для того, чтобы матка расслабилась и зародыш как можно лучше прикрепился. При тянущих болях в матке обязательно пить ножпу. В странах, где есть ножпу, у нас, например, в Германии ножпы нет. Также в России это есть. И я всегда из России прошу привезти мне. Эта свеча с папаверина мне очень помогает. Или магний B6 или магнезиум. Тоже в принципе он тонус снимает и становится несколько легче. Также вам сейчас зачитаю список тех медикаментов, которые обязательно должны быть дома. Если у вас были уже невынашиваемые беременности, если были выкидыши и если вы сейчас сделали ЭКО. Первое, это ножпа в таблетках или в ампулах обязательно при болях. Второе, это папаверин в свечках. Далее, прогестерон, либо масляный раствор 2,5% по 1 мг в ампулах. Дицинон, кровоостанавливающий, соответственно, в ампулах и шприцы. Также трениксам, 250 мг, это в таблетках. Трениксам, между прочим, принимала я, когда кровила вместе с этой беременностью, с дочкой, мне очень он помог. Кровотечение остановилось. Оно было небольшое, но оно остановилось буквально за 2-3 дня. Все прошло. И сейчас я всегда его рекомендую и с собой везде этот препарат имею, если вдруг беременность. Если даже у знакомых беременность, тоже рекомендую. Трениксам. Так, магний B6 или магнезиум в таблетках. Лекарства поддержки. Я всегда вставляю утражистан, либо есть дефастон, без разницы. По 2 таблетки на ночь. Это профилактическая доза. Это в любом случае. Я не знаю, как в России здорово, если будут контролировать уровень прогестерона и назначать какие-то препараты. Но в Германии, и вообще я знаю, в Германии и в других странах Европы никто уровень прогестерона не контролирует. И когда я врачу говорила, что у меня всегда очень низкий прогестерон, дайте мне утражистан, он просто так на меня смотрел, выписывал молча. Но он знает, что это безвредно, ему ничего не стоит. Но так на меня смотрел, говорит, ну ладно, вам для успокоения души. Хотя я своего врача считаю очень хорошим. То есть здесь этого никто не делает. Поэтому я имею всегда при себе утражистан и две таблетки на ночь, это дежурная доза. Если вдруг тянущие боли или, не дай бог, кровотечения, я добавляю еще две таблетки вагинально утром. Две утром, две вечера. Но перебарщивать с ним нельзя, особенно на больших сроках. Он имеет противопоказания. И прогенова, дивигель или крайнон. Такие препараты тоже должны быть в достатке для эндометрия. И если врач вам что-то уже прописывает, чтобы у вас это было под рукой. Также обязательно держите руку на пульсе. Не делайте никаких движений, типа мытья окон особенно, мытья полов или пылесосить. То есть все, что вы делаете наверх, руками и вниз, все это приводит в тонус матку, что очень и очень вредно при переносе и вообще как только наступила беременность. Берегите себя. Несмотря на то, что беременность это естественный процесс. И вы знаете, все-таки с годами я повторяла это, говорила, и еще раз повторюсь. Я все равно уверена, кому родится, тот родится. Очень много я знаю историй. Реально просто годами выстрадывая эту тему, я реально знаю много историй, когда девчонки с угрозой летали в Грецию, на Кипр или еще куда-то отдыхать, было все хорошо. И были истории, вот в частности, например, как у меня, когда я лежала ногами вверх, прошлой беременности, и ничего мне не помогло. Все выходили беременные, счастливые, и продолжали дальше ходить, и я выходила расстроенная, вся опустошенная с выкидышем. То есть, если все прикрепилось верно, если правильный кровоток, если нужные препараты поддерживают беременность, если известна причина невынашиваемости, то все будет хорошо. Беременность сохранится, плод выживет. Плод, на самом деле, очень жизнеспособный. Я думала и знала, что это так, но когда узнала, что у меня дочка совершила еще и миграцию, с одной стенки, с задней, она мигрировала на переднюю, в результате чего у меня было кровотечение, я была просто обалдевшая, что такое вообще возможно. Уж на что я была прошаренная в этой теме, и много чего знала, но я прям была обалдевшая от того, что это происходит. Поэтому верьте в своих малышей, верьте, они обязательно родятся, обязательно вас порадуют. И все равно с годами, вы знаете, вот с одной девчонкой не общалась, когда-то планировали с другой. Смотрю, везде у всех в профиле появились детки. И сейчас еще одной девочке в Германии, она тоже мыкалась-мыкалась своей проблемой, там и клетки киллеры, и гемостаз, и мутации гемостаза, и много всего. Смотрю, двойня, думаю, блин, слава богу, и она тоже родила. То есть все равно девчонки доходят до какого-то процесса, доходят до какого-то результата, понимают, что у них не так, устраняют эту причину, что не так, и в результате этого все равно вынашивают детей, все равно находят причины, но и все равно Боженька нас видит, я думаю, что потом он уже просто нам дает детей, тогда, когда время этому действительно наступает. Поэтому желаю вам всем всего самого хорошего, чтобы все у вас прикрепилось, получилось, беременности доходили, доходили обязательно в срок. Загадывайте своих детей, как я уже и говорила в прошлом видео. А я с вами тогда прощаюсь, всего вам доброго, пока-пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, советуйте канал другим, распространяйте в соцсетях, за что я вам буду очень благодарна. Ставьте пальчики вверх, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok